Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10 и 11 класс от Анасян. Задание 53. Три отрезка, не лежащие в одной плоскости, имеют общую середину. Тогда запишем это так. Пусть точка О является общая середина отрезков А1, А2, В1, В2 и С1, С2. И нам нужно доказать, что плоскости А1, В1, С1 и плоскость А2, В2, С2 параллельны. Давайте тогда начертим три отрезка, такие, чтобы они не лежали в одной плоскости и чтобы они перетекались в точки, которые являются серединой каждого отрезка. Ну, вот отрезок А1, А2, отрезок В1, В1, В2 и отрезок С1, С1, С2. Они не лежат в одной плоскости и в точке О они все три отрезка пересекаются и делятся пополам в этой точке. Надо сказать, что если бы эти отрезки лежали бы в одной плоскости, то тогда все точки А1, В1, С1 и А2, В2, С2 тоже лежали бы в одной плоскости, а следовательно плоскости А1, В1, С1 и А2, В2, С2 совпадали бы. Ну, разве что точки А1, В1, С1 лежали бы на одной прямой. Тогда бы через одну прямую можно было бы провести множество плоскостей. А так как указанные отрезки не лежат в одной плоскости, то тогда и все точки А1, В1, С1 не лежат на одной прямой, а следовательно образуют единственную плоскость А1, В1, С1. А также точки А2, В2, С2 тоже не лежат на одной прямой и образуют поэтому единственную плоскость А2, В2, С2. Соединим точки А1, В1, С1, А2, В2, С2. И докажем, что плоскости А1, В1, С1 и А2, В2, С2 параллельны. Ну, первое. Рассмотрим пересекающиеся прямые А1, А2 и С1, С2. Эти прямые пересекаются по условию в точке О. А если две прямые пересекаются, то значит они задают некую плоскость, пусть это будет плоскость Альфа, и, соответственно, в этой плоскости лежат точки ИА1, ИА2, и точка С1, и точка С2, и точка О. Все они лежат в этой плоскости Альфа. А вот теперь в этой плоскости мы рассмотрим четырехугольник. Вот такой четырехугольник. И запишем в четырехугольнике А1, С2, А2, С1. Его диагонали. А1, А2 и С1, С2 пересекаются. Ну так, напишем, в точке их пересечения. В точке их пересечения эта точка О делится пополам. Ну, раз так, то тогда по признаку, по третьему признаку параллелограмма четырехугольник А1, С2, А2, С1 является параллелограммом. А раз он параллелограмм, то в нем противолежащие стороны параллельны. Значит, А1, С1 параллельно, С2, А2. Точно так же, если мы рассмотрим пересекающиеся прямые А1, А2, В1, В2 и, соответственно, четырехугольник А1, В2, А2, В1. Давайте здесь напишем, в параллелограмме. Он тоже является параллелограммом. Вот так напишем. В параллелограмме А1, В2, А2, В1. Противолежащие стороны тоже параллельны. Значит, А1, В1 параллельно, В2, А2. Теперь давайте, что мы имеем? Запишем. Итак, мы имеем две пересекающиеся прямые. А1, С1 пересекает А1, В1. И эти прямые лежат в плоскости А1, В1, С1. Каждая из этих прямых параллельно плоскостям А1, С1, параллельно С2, А2. А1, А1, В1 параллельно В2, А2. А эти прямые С1, С2, А2 и В2, А2 лежат в плоскости А1, А2, В2, С2. Таким образом, по теореме о признаке параллельных прямых плоскости А1, В1, С1 и А2, В2, С2 параллельны. Потому что две пересекающиеся прямые одной плоскости параллельны, соответственно, параллельны двум прямым, лежащим в другой плоскости. Следовательно, плоскости параллельны, что и требовалось доказать. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.